Как раз Уилмер Кабрера регулярно менял и тасовал свой состав. Видимо, он к чемпионату мира уже окончательно определился, и поэтому выигравший состав не меняют. И это про сборную США. Итак, состав сегодня в ворот. Кендал Макинтуш под первым номером. Второй Захарий Кэролл. Четвертый Жозеф Аман. Пятый Мэтью Дан. Шестой Моби Ферр. Восьмой Эстебан Родригес. Девятый Марио Родригес. Десятый Алекандро Гуидо. Одиннадцатый Марк Пелоси. Шестнадцатый Келли Накоста. И восемнадцатый Пол Ореола. Такой состав у Уилмера Кабрера. 3-0 в пользу сборной США. Нарисовались с участием Алекандро Гуидо, Марио Родригеса и вышедшего на замеду Альфреда Карома. Это так про авторов забитых мячей в предыдущем матче. Еще раз повторюсь, абсолютно все до единого, кто начинал встречу со сборной Чехии, все появились и сегодня. Американцы в белом, только вратарь у них в красном. Ну и теперь сборная Узбекистана. На правой половине поля в первом тайме. В синих цветах. Причем в первом матче Узбекистан был формально хозяином против Новой Зеландии. Тем не менее, играл не в белых цветах, как хотел. Потому что в белом играли новозеландцы. Вот значит, получается, что Узбекистан второй матч подряд играет в синих цветах. Думаю, правда, что только для модельеров это имеет большое значение и прочих связанных с ними людей. Ну так, на всякий случай. У сборной Узбекистана изменения в составе есть. И они продиктованы более чем логичными обстоятельствами, потому что Сардар Рахманов и Абазбек Масталиев, два футболиста, которые относятся к ведущим игрокам команды, были дисквалифицированы. Еще как бы у них дисквалификация продолжалась за то, что они получили, соответственно, наказание в финальном матче Кукази. Ну, этого возраста. Сборная Узбекистана, в отличие от сборной США, не выиграла свой отбор, а заняла второе место. Американцы выиграли у канадцев в финале с трудом в дополнительное время, но выиграли. Выиграли пять из пяти матчей на Кубке Конкакав. Что до сборной Узбекистана она проиграла в финале. Но, тем не менее, все равно попала в число двух лучших. И вот как раз Абазбек Масталиев и Сардар Рахманов матч против сборной Новой Зеландии пропускают. Насколько это должно сказаться, их возвращение в строй, ну, посмотрим. Таким образом, сегодняшний состав сборной Узбекистана отличается на две позиции. В воротах Ганишер Холмурадов под двенадцатым номером. У него, кстати, желтая карточка в первом матче была. Третий номер Сардар Рахманов, как раз появившийся, отбывший дисквалификацию и заменивший Мирзамурода Джурабаев. Четвертый Равшан Хайдаров, пятый Асилжон Мансуров, седьмой Азизбек Муратов, восьмой Сардар Сабир Хаджаев, девятый Холмурод Холмуродов, одиннадцатый Тимур Хакимов, тринадцатый Бабур Давлатов, четырнадцатый Джавлон Мирабдулаев. И под шестым номером вместо Забихила Уренбаева, который играл в первом матче, появился Абазбек Махсталиев, который, как я уже сказал, одна из звезд этой сборной. В принципе, про звезд этой сборной, говоря, называют две фамилии. Вторая фамилия – это Тимур Хакимов, человек, который забил пока что единственный мяч узбекской сборной на этом турнире. Еще раз напомню, я говорил, счет был 2-0. Вот после второго мяча, который новозеландцы забили, достаточно быстро, через 3-2,5-3 минуты, отыграли один мяч узбекские футболисты, но на этом все их подвиги в матче и закончились. По три очка у сборных Новой Зеландии и США, ноль у сборных Узбекистана и Чехии. И почему я сказал, что этот матч определяющий? Ну, потому что американцам достаточно выиграть, и, в общем, понятно, куда они движутся. Американцы – единственная сборная, которая вообще во всех молодежных чемпионатах мира в этом возрасте выступала. Ну, а для дебютантов сборной Узбекистана поражение сегодня тоже, в общем, фактически снимает вопросы о продолжении борьбы, поэтому, естественно, что для сборной Узбекистана крайне важно набирать очки. Для тех, кто не видел первую игру в сборной США, мы показывали матч между сборными США и Чехии, и вот сейчас первая атака узбекской команды, попытка сыграть широко, результата не дает, потому что с таким пасом очень сложно рассчитывать что-то в чужое штрафное сделать. Так вот, сборная США в первый матч против сборной Чехии забила три мяча, тем не менее здесь немаловажно заметить нюанс, когда забивались мячи. Пятая минута первого тайма, шестая минута второго тайма, и затем в самом-самом конце второго тайма американцы забили еще один мяч, причем сделал это Альфред Карома, который на 87-й минуте вышел на замену, а спустя минуту забил. Что же здесь важного, спросите вы, все очень банально. Вот людей на трибунах сейчас нет, во-первых, потому что рабочее время, а во-вторых, потому что страшно жарко. В том матче, где играли американцы с чехами, было плюс 38 в тени, и 11% влажность, то есть такая обстановка как в пустыне, и поэтому невероятно тяжело выдерживать интенсивный темп на протяжении матча. Поэтому вот американцы в старте первого и второго тайма отличились, забили по мячу и в концовке матча. И как раз, сумев вот так вот грамотно сыграть, они в итоге крупно выиграли. Сегодня это тоже может сыграть свою роль, сегодня не так жарко, хотя это не так жарко, конечно, все равно, сами понимаете, штука относительная, потому что плюс 36, это, конечно, не 38, но это и не очень большая разница. Но чуть выше влажность, 29%, то есть чуть более влажный воздух, но хоть чуточку полегче в каком-то роде, потому что 10% это совсем в такую жару тяжело. Хотя большая влажность, вот здесь парадокс, потому что большая влажность тоже плохо. Ну и 4 метра в секунду ветер, хоть какой-то, хоть чуть-чуть, потому что это все спустя 7, 8, 10 минут после начала каждого тайма будет для игроков обеих команд достаточно серьезным испытанием. Не представил я капитанов команд вам. Марк Пилосик, 11 номер сборной США, капитан у американцев и 6 номер сборной Узбекистана Абазбек Махсталиев, тот, который как раз сегодня первый матч проводит, он с капитанской повязкой. Сейчас только что мы видели повтор момент с его участием. Я думаю, их будет немало. Сложно сказать, сколько всего моментов будет у сборной Узбекистана, но, по крайней мере, логично будет, если значительная их часть будет связана именно с одной из звезд юношеской сборной Узбекистана. Седьмая минута, тем временем, близится к завершению. 64% владения мячом у сборной США, ну, в общем, оно и наглядно так действительно заметно. То же самое примерно было у американцев и на старте матча с чехами, и в значительной части этого матча с чехами. То есть контроль мяча у подопечных Уилмера Кабрера налажен очень даже прилично. Но и, собственно, в протокол пока вот такой электронный вписано только два события, по одному фолосу, стороны сборных США и Узбекистана. Здесь нюанс, касающийся матча с сборной Новой Зеландии, он заключается в том, что в плане активности с ударами сборная Узбекистана превзошла Новую Зеландию в два раза. 24-12 было по ударам. Ну, правда, по ударам не в створ ворот, а вообще. То есть вот так вот приложился, куда-то в сторону ворот полетел снаряд, это значит был удар. Вот 24-12, но при этом 1-4 по забитым. Сами понимаете, что 1-4 куда важнее, чем эти 24-12 по попыткам нанести удар. Догонят сейчас, должен побороться, по крайней мере, еще пока есть сила. Вообще вот как раз, это Эстебано Родригес был, вообще как раз в матче американца с чехами были эпизоды, когда игроки обеих сборных, видя, что слишком далеко бежать, просто экономили сил и бросали это. Ненужное никому занято. И еще разок придется около своих ворот вводить из-за боковой узбекским футболистам. Никто никуда не торопится. Асилжон Мансуров выбрасывал мяч из-за боковой. У сборной Узбекистана все футболисты играют дома, в разных, естественно, командах. У сборной США есть два легионера. Конечно, в этом возрасте достаточно, ну, как сказать, не то чтобы нелепо, но преждевременно говорить о каких-то серьезных контрактах и карьере. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мэтью Дан, пятый номер, полузащитник сборной США, играет в немецком Кёльне, а Моби Ферр, защитник, играет в японском Токио Верде. Ну и один футболист у сборной США находится на профессиональном контракте, да. В профессиональном контракте с клубом МЛС все остальные пока что без таких. Джек Макбин, выступающий за Лос-Анджелес Галакси, как раз за одну из команд выступающих в Мейджор Лиге Соккер в главной американской лиге Соккера, как в Северной Америке называют футбол. Европейцы. Не получилось с быстрым мячом у американцев. Это очевидный факт. С другой стороны, за исключением одной попытки поатаковать у сборной Узбекистана в эти 10 минут ничего не было впереди. Так что, пока что не исключено, что подопечный Алексей Евстофеев держит в уме то, как американцы именно на старте каждого из таймов первой игре на турнире забивали. И, в общем, понимая, что опыт у американцев куда как выше, говорить о классе сложно, потому что команды из совсем разных регионов, команды, не игравшие друг с другом, и вспоминать здесь какую-то историю встречи вовсе безумие, потому что это до 17 лет, и поэтому даже если предположить, что они бы играли когда-то друг с другом, то это все были бы не те же самые люди, которых мы видим на поле. Периодически средние такие передачи за спину пытаются исполнять американцы, находясь в районе средней линии поля, пока результата не дает, хотя несколько раз было близко к тому, чтобы адресат паса мяч получил, попытался развернуться и уйти от опекунов. Длинный перевод, аккуратно, на ногу Жозефу Эймону, правда и тот сделать точную передачу не сумел, вот сейчас, может быть, что-то получится, если подключить фланг, конечно, но в данном случае правый пытается использовать узбекские футболисты, катастрофический прием мяча, и, как следствие, Холмурод Холмуродов атаку своей сборной завершает самолично, то есть вот мяч ему дали, но, видимо, зря. Сима, с вторым играем, от него убежишь! Я думаю, все слышали, подсказки тренера идут на русском. Вообще, сборная Узбекистана самой первой приехала, в Тореон. Американцы на день позже, новозеландцы и, соответственно, Чехии еще позднее. Девять дней до начала турнира было время подготовиться, даже успели пожить в двух гостиницах. Вот сначала просто в гостинице, а потом уже в той, где живут все участники. Так что сказать, что не освоились, будет, наверное, неправдой. Если говорить о жаре, на этот вопрос несколько раз отвечал главный тренер узбекской сборной Алексей Евстофеев, он сказал, у нас тоже бывает жарко. А вот сейчас жарко в воротах Кендала Макинтоша. Бабур Давлатов, 13-й номер сборной Узбекистана. Выступающий за Мубарек. 1-0 в пользу узбекской сборной. Так вспоминается, с чего вырос первый мяч сборной США в ворота сборной Чехии. И там нечто подобное было. Там был катастрофический прием. Никто не мешал спокойно обработать мяч пущенный защитнику. Ну, там на месте защитника нападающий оказался, но, в общем, не суть. Перед прям своей штрафной у чехов. И мяч как от деревянного футболиста отскочил метров на пять. И тут, как тут у мяча был Алекандро Гуидо и пробил мимо чешского галкипера Зима. Здесь не столь показательный, но суть-то та же. Абсолютно деревянный прием в исполнении американского футболиста. И вместо того, чтобы мяч вынести куда-то, желательно точно, но хоть куда-то, создается момент для соперника и браво Довлатову, который этот момент конвертирует в первый забитый мяч сборной Узбекистана. Вот сейчас выйти плюс 36 американцам совсем не так легко будет, как с чехами, потому что здесь надо отыгрываться, здесь надо выигрывать, а значит силы не поэкономишь. И вот, посмотрите, ситуация все тот же человек. Никто не называл я тогда Захарию Керролу, скажу теперь, это снова из-за него положение вне игры. Российская судейская бригада Алексей Николаев и эта самая судейская бригада прям, скажем, в данном эпизоде похожа на судила, потому что если смотреть по ногам футболиста, то левая нога американца, располагавшегося по центру, она была куда левее, чем обе ноги узбекского футболиста, которому делалась передача. Ну, в любом случае Захария Керрол начудил по полной программе два раза. Ну, может быть, во втором случае еще не пришел в себя после первой ошибки. Но так пока что один из ключевых игроков американской сборной не очень хорошо выглядит. Вообще, у американцев есть несколько любопытных клубов именно по названию, за которые выступает. Вот тот же Захария Керрол выступает, например, за Вардер. Но не за европейский, а за американский. Есть люди, играющие в арсенале, тоже в американском. Хотя, на мой взгляд, для россиян самое показательное, конечно, название это Хьюстонская Динамо, но это запасной вратарь в американце там играет. Ну и есть еще один замечательный клуб, за который выступает Тарик Салтичич, который в основе не выходил ни в первом матче, ни во втором, но выходил на замену в прошлом матче. Вот у него клуб Strictly Soccer. И в переводе, но опять же повторюсь, Soccer это европейский футбол. И более распространенное выражение в Америке, где американский футбол популярнее европейского. И вот там он так называется футбол, а Soccer это европейский. Вот Strictly Football это строго Soccer. Только Soccer. Вот так, чтобы подчеркнуть. Несколько забавных таких названий у американцев имеется. Не торопится выносить мяч от Узбек Муратов. Нашел наконец адресата, правда тот окружен соперниками, тем не менее сумели сохранить мяч футболисты сборной Узбекистана. Сейчас бы что-то придумать, так не утыкаясь соперника. Но своим воротам для этого совершенно не обязательно идти. Все, дальше передачи назад делать уже некуда. Так вот, возвращаясь к погоде, Алексей Истофеев сказал, у нас тоже бывает жарко. При этом у нас бывает весьма жарко, и когда у нас весьма и весьма жарко, то команды летом не играют. У них пауза. Но за 9 дней в общем освоились. Еще раз смотрим. Отличный. Отличная скидка и прекрасный удар в дальний угол, и здесь Кендалл Макинтош. Ничего не сумел поделать, он ничего не пропустил в первом матче, хотя справедливости ради, несмотря на то, что чехи пытались что-то сделать, проигрывая с пятой минуты матча 0-1, реальных ударов голевых было очень мало. Один был удар. И этот единственный удар после прекрасной передачи такая фланговая атака, быстрый вход и штрафной уже почти от линии ворот следовало передачи под удар нападающему. И тот не пробил, а просто подставил ногу, а бы как. Ну так, в общем, во дворе за это даже не особо похвалят. И поэтому мяч, хотя и полетел в сторону ворот и в сторону от Макинтоша, тот в так припрыжку сумел в два присеста доскакать до мяча и его накрыть. Поэтому, по сути, вот сейчас был такой, может быть, первый действительно очень серьезный момент для Макинтоша. Он не справился. Первый момент в исполнении сборной США завершающийся ударом с тур мы видим. Сомнений в том, что они еще будут. Никаких нет, но такими ударами, я думаю, Ганишера Холмурадова не напугаешь просто. А с чего, если прям в голкипера пришелся мяч. Время бежит, 17-я минута. То есть сейчас идет пятая минута с момента, когда сборная США стала проигрывать. Вообще, сборная США, хотя и участвовала во всех турнирах и, в общем, стабильно достаточно выступает, при этом она никогда не выигрывала и никогда не играла в финале молодежи чемпионатов мира до 17 лет. Ну, их привычнее называют, наверное, может быть, юниорскими, в другой стороны, они все молодежные. Вот, по сути, все они молодежные, просто с властным ограничением. Ну, а сборная Советского Союза, которая, естественно, не играет, как и сборная России здесь не играет, но сборная Советского Союза в свое время сумела выиграть этот чемпионат мира. Второй по счету в 87-м году в серии пенальти, обыграв нигерийца. 1-1 основное, дополнительное время и вот единственная победа сборная Советского Союза была. Но, сами понимаете, 87-й год и 2011-й это достаточно далеко. Практически четверть века тому назад. Слева главный тренер сборной Узбатистана Алексей Евстафеев. А рядом с ним был его помощник Ахмаджун Мусаев. Вообще и та, и другая сборная так применительно к стадиону. Кстати, видите, вот сейчас на общем плане начинают появляться зрители. Я так понимаю, к началу второго тайма, а уж к его середине будет значительно больше, наверное. Да, сейчас автор забитого мяча, в принципе, так. Рисковато сыграл. Так вот, и та, и другая сборная. Я уже говорил, что раньше всех за 9 дней до начала турнира приехали сюда альбекских футболистов, а на следующий день приехали американские. Вот в Тобе команды успели потренироваться здесь, провести спарринги, ну и все, что дыши угодно. И отмечали, что очень высокого, конечно, качества стадион, но очень приличный газон. Газон был выложен фактически за несколько дней, вот, ну, до начала уже предтурнирной подготовки, то есть там за пару недель до начала турнира. То есть газон абсолютно новый, стадион сам тоже с иголочки 2009 года, уникальный для Мексики, потом будет подходящий момент, расскажу, почему уникальный. А пока первый угловой на турнире в исполнении сборной США. Вот так вот, 3-0 обыграв Чехов, американцы, тем не менее, впервые исполняют угловой. Исполняют привычно. У Чехов, сейчас не скажу на скидку, то ли 7, то ли 8 было за матч, ну а у американцев было 0. Вот сейчас Пола Риола, которым, ну, поговаривает, что талантливый футболист, ну, бездарных-то, наверное, нет, в национальных сборных Пола Риола, выступающий как раз за американский арсенал. Головой пробил, пробил зрячий, только не очень хорошо. Так, мяч лизнул фактически голову, а если бы так более акцентированно лбом приложился бы, может быть, в левый угол мяч бы все-таки сумел попасть. Маловат все-таки попыток у сборной Узбекистана организовать фланговую атаку левым флангом, правым, потому что даже если начинают вроде как на фланге, обязательно ищут кого-то в центре. Ну и такая ситуация упрощает, естественно, задачу для американской обороны. Американской обороны, которая очень и очень приличная. И здесь не только по матчу с чехами, где ноль пропущено, стоит судить. Вот такая есть очень показательная характеристика в нынешнем сезоне. Голкиперы сборной США, то есть все вместе, которые играли, в среднем за игру до сегодняшнего дня пропускали 0,46 мяча. То есть в среднем за игру американцы пропускают меньше, чем полгола. То есть получается, один гол приходится на две даже с копеечками игрок. Но сегодня он уже состоял. Ну, вторая игра на турнире с другой стороны. Неудачно приземлился сейчас Келлин Акоста. Келлин Перри Акоста, если полностью. Да, и ушибся затылком. Накрывают сейчас узбеки-американцев на их половине. Ну, правда, ничего хорошего из этого всего не выросло. Тем не менее, так пример. Что делать при потере мяча, немедленно переходить к прессингу. Идея здравая, правда, в плюс 36 рискованная. Потому что, насколько хватит сил при такой игре, если ее исповедовать постоянно. Это большой вопрос. Попросил на несколько метров сдвинуться сейчас Алексей Николаев, американского полузащитника, выводившего мяч в игру. Середина первого тайма. 23-я минута. Сборная Узбекистана выигрывает. Причем, ну, как сказать, единственный момент реализовали с одной стороны. Другой стороны, не стоит забывать про момент, который судьи прервали, хотя на повторе было видно, что, ну, очень спорный офсайт был. И если этот момент лыка в строку, как говорится, тогда, в общем, два шикарных момента было у сборной Узбекистана. Американцы атаковали больше, но реальные работы пока что у Ганишера Холмурадова за исключением одного удара прямо в него по сути и не было. Был момент, когда мяч прошел рядом со штангой после углового. Ну, вот второй угловой. Второй угловой и первый гол. У американцев Сложно сказать. Я, честно вам скажу, я до этого турнира не видел игр в сборной Узбекистана, поэтому судить о том, как команда играет в обороне, можно лишь по этому матчу и предыдущему. Ну, в общем, оборона не самое сильное место у подопечных Алексея Евстафеева. И вы сейчас это наглядно продемонстрировали. В общем, можно было сыграть куда надежнее. 1-1. Давайте посмотрим еще раз. Символический полукруг в исполнении голкипера Ганишера Холмурадова. Что делал при этом человек рядом с Марио Родригесом, находящийся? Ну, то есть, да, по месту он стоял совершенно правильно, только абсолютно никаких помех ему не оказывал. И сказать, что он разрывался на двоих, смотрел еще за кем-то, да это неправда. То есть, он просто-напросто своего персонального игрока не держал как пану. Ну, наверное, можно теперь говорить, что обе команды забили по одному мячу, имея по два момента. Вот так, наверное, будет справедливо. Тут любопытный нюанс. В принципе, игру-то все равно ведет сборная США, но с точки зрения того, что они пропустили достаточно быстро и кинулись отыгрываться. И вот любопытно, будут ли сейчас американцы догнав, стремиться немедленно уйти вперед. Или так вот проецируя на их первую игру, они, поведя в счете, затем очень и очень организованно оборонялись. Во втором тайме так вообще отбивались, отбивались, причем без проблем отбивались, очень грамотно, но при этом так вот вперед ходили в контратаку, берегли силы. Вот как сейчас будет один-один. Это уже повод для того, чтобы поберечь силы для второго тайма. Или сейчас надо с точки зрения Уилмера Кабрера забить второй. Пока что похоже, что силы есть, будут идти вперед. Американцы, а у сборного Узбекистана продолжает возникать потенциальные, по крайней мере, шансы в контр-игре. Давненько не было острых контр-выпадов, но с другой стороны мы их видели. Передача на Марио Родригица. Если бы того, в касание вышло сейчас перевести мяч левее, там партнер убегал бы, наверное, и один на один выходил бы с голкипера. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Я вот сейчас поймал себя на мысли, что я как-то так признал мяч американцев-то защитного, а он же не защитный. Так шукаюсь грешен. Хотя здесь есть простое определение. Гол – это то, что зафиксировал орбитер. Но при этом мяч может быть забитый по правилам. Ну, надо смотреть. Конечно, что будет наверняка еще на повторе. Ну, в общем, в общем, по-прежнему все хорошо для сборной Узбекистана. И неважно для сборной США. Для тех, кто две минуты верил комментатору, что счет 1-1, ну, простите меня. Каюсь очень-очень. Да, ну, тогда вопрос о том, надо ли продолжать идти вперед для американцев. Он, конечно, снимается. Тогда, конечно, надо. Причите 1-1, может быть, Кабреро бы предпочел поберечь силы для того, чтобы затем активно начать второй тайм. При этом все, что было сказано по поводу розыгрыша углового, никуда не девается. Все равно очень неважно в обороне при розыгрыше выглядели футболисты сборной Узбекистана. Уилмер Кабреро нам показывает, который поиграл сам в национальной сборной. Вперед-вперед. Ну, вот тут ударов-то уже приличное количество. Два эпизода с участием один сборной Узбекистана, один сборной США, который требует разбора и нескольких повторов для того, чтобы понять, в случае сборной Узбекистана был ли офсайт или не было. Так показалось по повторам, что все было чисто и зря арбитры свистнули. Ну, а с мячом американцев мне показалось, что мяч побывал в створе. Поэтому я так уверенно и констатировал, что счет 1-1. А потом так гляжу, а нет. Это у меня 1-1. В одном нет сомнений, что мячи еще наверняка будут. Вот в этом сомнений нет. Будут ли голы, если так их не засчитывать? Мячи, по крайней мере, в створ ворот обязательно будут упадать. Так, ну, сейчас в центре поля фалят на Александра Гуидо, авторе первого забитого на турнире американцами мяча. Чем глубже в первый тайм, ну, сейчас уже почти полчаса сыграли, тем ближе и ближе к собственным воротам садятся футболисты сборной Узбекистана. Может быть, и логично, потому что американцы давление увеличивают, ищут варианты, как раз достаточно разнообразно пытаются. то через левый фланг, то через правый, то через центр. Сам уронил, сам поднял Тимур Хакимов. Соперника как раз Тимур Хакимов автор первого мяча сборной Узбекистана в первом матче. Ну и, как я говорил, наряду с Абазбеком Максталиевым один из двух футболистов, позиционирующихся как будущий звезд. Так, визуально не очень уверенно сейчас действовала Силжон Мансуров, но, может, у него манера такая. Полчаса позади, 1-0 в пользу сборной Узбекистана. Вот, конечно, нюанс с телепоказом, с тем, что... Но это во всех матчах и, в общем, касается фактически любого спорного эпизода, то, что до 17 лет и у взрослых, конечно, очень и очень различное качество телепоказа с точки зрения просто количества камер задействованных на трансляции. И поэтому вот так вот иногда, когда нужно разобраться с повтором и гола, и офсайда вот в нашем случае в этом матче, конечно, не хватает. Носилки вынесли, но они не потребовались. Хотя, по большому счету, в общем, мог и настоять арбитр на том, чтобы унесли футболиста. Все равно, вы видите, в результате Зазбек Муратов все равно похромает за боковую и потом только вернется. Ну, это можно, конечно, называть маленькими хитростями, а можно называть просто непринципиальностью арбитров. Как бы обидно, что это говорится в адрес наших арбитров, но вот реально говоря, это затягивание времени, оно не то, чтобы на руку сборной Узбекистана, хотя это им выгоднее, но все равно, вот зачем это нужно? Если это играют будущие звезды футбола, это еще не самый главный чемпионат мира, даже не второй или не третий по значимости еще будут молодежные следующих возрастов, вот если в этом возрасте арбитры не требуют от футболистов серьезного отношения к правилам, то почему надо потом удивляться, что у футболистов взрослые будут наплевать, что к этому относится? Ну, это, видимо, вложить в душу арбитрам любым, не так уж и просто. Хороший момент. Абазбек Максталиев не попал, не чиркнул по мячу пальцами Кендал Макинтож, хотя был близок, но с другой стороны несколько сантиметров ниже и пришлось бы ему выручать. Совсем неудачная передача, лучше бы шел дальше американец своим левым флангом, шел бы себе и шел. Но получается третий реальный опасный момент в исполнении сборной Узбекистана. У американцев два. Ну, так если опять же проводить параллели с игрой США-Чехия, то пять голевых моментов за 33 минуты это много. Там было, наверное, парочку за это время. Может быть, от силы три. Стандарт, но это очень далеко. До ворот 32, где-то 33, может, метра. Алехандро Гвида стягивает к себе внимание соперников, потому что техничен, достаточно быстро, поэтому на нем нередко фалят. Удар издали, прицельно, аккурат, прямо в руки Ганишера Холмурадова. Ну, при желании можно сказать, что уголкипер правильно выбрал позицию, но, другой, большой подвиг это едва ли. Значит, если так вспоминать, как били американцы в створ, удар низом прямо во вратаря, сейчас удар, ну, сколько, один шажок маленький, сантиметров 10 влево от себя сделал голкипер сборной Узбекистана, и два удара у американцев мимо ворот. Плюс удар, который требует разбора, вот с этим мечом, который не засчитали судьи, но одного единственного повтора, на котором ничего, по сути, не видно, конечно, недостаточно, чтобы разобраться. Жозеф Эйман сейчас получит желтую карточку, вторую для сборной США на турнире, первую Салтичич получил в первой игре, вот сейчас Жозеф Эйман. Ну, в общем, совершенно необязательно было. Правда, не исключено, ну, то есть, наверняка он скажет, когда его спросят, и не исключено, что это будет правда, и что он, когда терял равновесие, и падал, в общем-то, автоматически, инстинктивно схватился за футболку, пробегавшего мимо человека. Может быть и так, может быть и нет, в любом случае, желтым прямоугольничком его за это наградили. Стандарт, который, если хорошо исполнить, может быть и опасен. Три, четыре, пять футболистов сборной Узбекистана. Удар в ближний угол. Хорошо. Ну, хорошо, и по поводу решения пробить, действительно, достаточно далеко находился от ближнего угла, по крайней мере, так визуально. Кендал Макинтош, и ему ни в коем случае нельзя было реагировать вот так по наите, куда пробьет. Ему пришлось выручать. Хороший момент создает сборная Узбекистана. Сейчас от собственных ворот, видимо, начнут еще разок атаковать. Прямо сами от чужих ворот и убежали к своим. Притащили мяч. Разная манера вести матч у Евстофеева и Кабреры. Кабреры и в матче, где 3-0, его подопечные выиграли. Тоже постоянно был у Бровки. Хотел что-то подсказать, помочь. Десять минут остается. Ну, плюс то, что добавит арбитр, исходя из того, что происходило, в принципе, есть что добавить. На минуту уже минимум наиграли. Все-таки один забитый мяч и остановки связанные с тем, что мяч был один. Не засчитан. С чем еще? Один раз оказывали помощь Азизбеку Муратову. Ну, в общем, да, так, минуту. Легко, но все равно это не дает нам больше, чем 10 минут оставшихся у американцев, чтобы догнать в первом тайме. Ну, а у сборной Узбекистана, чтобы использовать свои шансы в контратаке, шансы периодически возникающие и приводящие эпизодами, но все-таки приводящие к опасным моментам. Мне вот сейчас вспоминается первый раз после чемпионата мира 98-го года во Франции. Ну, взрослого чемпионата мира. Когда подводили его итоги, ну, обычно для тех, кому интересно и у кого нормальное сознание в английском или французском, можно, в принципе, эти материалы найти на сайте FIFA. Ну, правда, там 200-300 страниц придется читать. Но как раз это был первый чемпионат мира, после которого выяснилось, что развитие длинной позиционной атаки гораздо менее опасно для чужих ворот по статистике, нежели атака, которая длится не больше 20-25 секунд. Я вот сейчас смотрю за тем, как сборная США на протяжении сколько уже? 24-х минут. Имеет очень значительное преимущество по владению мячом, по нахождению на чужой половине, ну, вот вам, 62-38, чем не показатель владения мячом. Но все эти атаки за редким исключением у американцев они уж больно затяжны. И здесь можно несколько раз потерять найти своего футболиста. И остроты очень немного. Ну, эта передача скорее на Кендала Макинтоша от Сардора Рахманова. Здесь есть нюанс еще один касающийся того, что все-таки концовка первой половины у нас, который касается второго тайма. В такую жару, пусть это и молодые люди, у которых сил должно быть очень много, но не скажешь, что бесконечное количество этих сил. В такую жару манера, в которой играют американцы, вынуждены пропустить первую, она куда более энергозатратна, и поэтому ну, в общем, им может и потяжелее прийтись. Если они не забьют до конца первого тайма на старте второго, то силенки-то будут их ближе к концу матча оставлять. А с заменами 11 человек же не поменяется. Жозеф Эйман на газоне. Игра рукой. А вот Алексей Евстафеев очень доброе сейчас выражение лица. Ничего не скажешь. застревают в насыщенной обороне узбекской сборной американцы. Ну, с одной стороны, не имеет это отношение к непосредственно молодежной сборной Узбекистана, с другой стороны, ну, так просто для показательности может быть и имеет смысл сказать, ну, просто, скажем так, любопытно. Место в рейтинге у сборной Узбекистана между Финляндией и Угандой. 83-я. 81-я делят сборные Кубы и Финляндии, 83-я Узбекистан, 84-я Уганда. Лука! 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 Мощную стенку не назовешь, но так все-таки двух человек стационарно. туда отправил галкипер Холмурадов. Ноу-хэндс. Сардар Рахманов услышал от главного арбитра. Ну, в общем, наверное, и без перевода, понятно. Без рук. «Время бежит». «Время бежит». «Все бегут». «Все бегут». Один, как я уже говорил. Из Хьюстонского Динамо. Второй вратарь Фернандо Пинни. Ну, а про местоположение в рейтинге, опять же, это не молодежных команд, а в целом, но так, чтобы было понятно, у сборной США 22-й митр. Среди 200 с лишним мест рыть. Среди 200 с лишним мест рыть. В общем, в борьбе и в пределах правил. Хотя на 100% в таких эпизодах иногда не разберешься. Не очень удачно получилось. Сводом мяча из-за боковой. Время-то бежит. Так что американцам поторапливаться, наверное, стоило бы. 43-я минута. И 1 минуту добавляет арбитры. Болит сейчас Эстебан Родригес. Никакой родственной связи между Эстебаном и Мариом Родригесом и нет. Причем Эстебан Родригес, который под восьмым номером играет и который сейчас и сфалил. Один из самых низкорослых в этой сборной США. Все-таки нынче такие времена, когда рост для футболиста имеет большое значение. Вот у Родригеса 167 сантиметров. Может быть и вырастет, конечно. Но вот у него 167. И есть еще два таких малыша. Холли Ореола. У него 165. И 165 же у Нико Мелло, который в прошлом матче выходил на замену. Но он уже последним на замену выходил на 89-й минуте. Хотя, так вспоминаю, в общем, Габреро из трех замен одну-то провел просто потрясающе. Вышел футболист и спустя минуту забил. Ну, похоже, все идет к тому, что сборная Узбекистана уйдет на перерыв, видя в счете. И отсюда какая мораль. То, в общем, очень любопытно может получиться второй тайм. Одну минуту добавили. Да, вот сейчас видите, наверное, на общем плане видно, что люди, немногочисленные, честно признаем, в общем, в эту жару, тоже не выдержали все 46 минут. 45 минут, да, добавленное время. Нет, нет, все в тенек побежали. Не получается. Последняя атака у американцев перехватили. Соперники мяч. Очень как-то неважно держится на ногах сейчас в данном эпизоде. Абазбек Махталиев. Но, может быть, дело как раз в том, что просто концовка тайма и сейчас вот этот вот стандарт, чтобы потянуть время, горный Узбекистан очень ноль. Звучит свисток российского арбитра Алексея. Продолжение следует...